Здравствуйте! Это компания Viva Telecom. И мы сегодня познакомим вас с программированием радиостанции серии NX1000 от компании Kenwood. Это новинка от компании Kenwood. Есть следующие модификации. Есть чисто аналоговые станции. Есть цифровые станции, работающие в протоколе DMR. И есть цифровые станции, работающие в режиме NXDN Next Stage. Так называемый. Сегодня мы рассмотрим, чтобы было универсальное видео, мы рассмотрим станцию NX1200DE2 с цифроаналоговым режимом работы. То есть в цифре она работает в DMR режиме. Сама программа называется KPGD6. Подходит она для такого количества станций различных. Версия 3.00. Релиз от 20 апреля 2022 года. Так, смотрим. Смотрите, значит, естественно, компорт выбирается. Сейчас станция живая, подключена. Возник виртуальный компорт номер 3. Мы его подключили. Шнурок используется стандартный Kenwood. То есть можете использовать и от каких-то китайских станций. Потому что мы сами, например, используем сейчас шнурок от компании RATIO. И станция прекрасно читается, прекрасно записывается. Проблем здесь никаких нет. Далее сразу я зайду, покажу вам в раздел языков. Русского здесь нет. Соответственно, работать будем с английским языком. После чтения, то есть когда мы прочитали станцию, у нас появляется окно с зонами. И вот в данном случае у нас запрограммированы две зоны. Соответственно, вторая зона у нас чисто аналоговая. Первая зона цифровая. Но давайте я тогда с аналоговой, наверное, начну. То есть, естественно, запрограммируется станция только в пределах своего рабочего диапазона. У нас в данном случае раз NX 1200, то это диапазон нижний 136, 174. Соответственно, мы программируем следующие частоты. Например, возьмем 145 МГц ровно для любительского диапазона двухметрового. Здесь у нас, несмотря на то, что мы зону... Ну, то есть, все программируется очень гибко. Допустим, в эту зону мы не обязательно назвали мы ее аналоговой. Но можем сюда помещать и цифровые каналы. Тут, в общем, проблем никаких нет. Но мы сделали, естественно, каналы, чтобы было удобно. Одна зона с чисто аналоговыми каналами, вторая зона с цифровыми каналами. Так вот, выбираем аналог. Соответственно, в режиме передачи она также будет в аналоговом режиме работать. Поставили мы поднесущие. Здесь 67 Гц на прием и на передачу. На прием, на передачу. И здесь же можно задать имя станции. 8 символов. Русский язык не поддерживается. Здесь также можно задать ширину канала. Смотрите, если мы нажмем на цифру в номере канала, то мы можем здесь получить несколько больше настроек. Выбрать здесь, например, уровень мощности. Мы можем... Выбирается 4 уровня. Высокие 2 средних и низкая мощность. Далее, в аналоговом режиме, смотрите, мы можем передавать какой-то PTT ID код в DTMF. Можем включить голосовой скрэмблер на аналоговом канале. Я потом к этому вернусь. Мы можем передавать 5-тоновый какой-то сигнал. Мы также можем включить обработку компандером принимаемого сигнала. И, соответственно, в DMR заходить не будем, потому что это для цифровых каналов. Имя зоны задается здесь. Вы, естественно, можете задать любое имя, какое вам удобно. Следующая зона у нас первая цифровая. Соответственно, здесь, смотрите, мы можем выбирать в режим работы не только чистый DMR, но и миксованный режим. То есть, когда мы выбираем микс, то мы можем, допустим, получать и аналог, и цифру на этом канале. А передавать мы можем, например, либо в цифре, либо в аналоге. То есть, такой смешанный режим. Если вы, допустим, используете несколько сетей, то есть старую сеть аналоговую и уже новую, например, цифровую сеть, поэтому можете вот такие каналы сделать миксовые. Ну, а в остальном аналогия та же самая. То есть, выбирается колор-код, выбирается имя канала. Здесь, кстати, для цифрового канала ширина канала, естественно, не выбирается. Также можем сюда мы нажать и получить несколько больше установок. Соответственно, в DMR мы можем... Заметьте, кстати, есть отличие от Motorola. Колор-код выбирается 16 разновидностей. Далее, по нажатию на кнопку PTT мы можем производить групповой вызов, либо индивидуальный вызов. Но в данном случае, что, кстати, хорошо у Genwood, если мы никакой вызов не назначаем на данную кнопку, то он будет осуществлять общий вызов. То есть, если мы вот две одинаковые станции зашьем в DMR, то они между собой будут работать, если совпадают колор-код и слот. То есть, больше дополнительных, никаких там общих групп создавать. Ничего этого не нужно. Далее, смотрите дальше, что здесь выбирается. Разрешение на передачу. Если канал занят, тут разрешено всегда. То есть, вы можете в любой момент выйти на передачу, если даже канал занят каким-то другим абонентом. Дальше, вот это Encryption, еще раздельчик. Вы здесь можете поставить код шифрования именно на цифровом канале. И здесь выбрать его, если вы их несколько назначили цифровых ключей этих. К этому мы перейдем позже к созданию ключей цифровых. И какие они вообще доступны в этих станциях изначально без дополнительных лицензий. Так, ну с этим, в общем, закончили. С зонами и, соответственно, с каналами. То есть, сколько угодно зон фактически мы можем задать. И в них назначить каналов тоже до... По скольки здесь у нас идет. До 250 каналов, в принципе, можно назначить на каждую зону. Вот здесь я могу вам показать, что именно к зоне. Можно ограничить зону работы на передачу. Именно каждую зону определить, сколько будет ограничения по времени передачи. И так далее. Дальше давайте тогда переходим мы теперь в опции. Опции тут даже два раздела. И они еще разбиты на вкладки различные. Давайте начнем с первой тогда, потому что они... Ну, по приоритету, в принципе, чем ближе находимся, тем установки важнее. Соответственно, чувствительность микрофона мы можем здесь назначать, либо загрублять, либо наоборот увеличивать. Также мы можем внешнего микрофона также увеличить чувствительность, либо уменьшить. Далее дисплей формат. Мы можем показывать либо номер канала, либо зону и номер канала, как вам удобнее. Вообще программное обеспечение данное мне очень нравится, потому что оно очень гибко позволяет настраивать станцию. Ну, тут фактически доступ есть до всего. Но вы позже в этом убедитесь, когда я вам обо всем расскажу. Так, дальше. Можно задать, кстати, пароль. Можно задать какой-то персональный вызов звуковой для определенных нажатий на кнопку, например. Ну, то есть не только голосом вызывать абонента, но и делать звуковой вызов. Дальше. Здесь, в принципе, с этой вкладкой, я думаю, все понятно. Переходим на следующую. Здесь у нас задаются звуки, которые будет издавать радиостанция. Вы, соответственно, можете их выключить, либо включить. Также максимальную громкость, минимальную можете задать на станции. Допустим, если вы работаете в каких-то шумных условиях, то максимум можете увеличить. Он, да, здесь до 31 единицы. Ну, и минимальный тоже вы можете задать порог, чтобы ниже него уже станция не опускалась. Тоже весьма и весьма удобно. Можете здесь задать оповещение о разряженной батарее. Каким образом он будет оповещать, каким цветом светодиодного большого индикатора. Так, зону будет при включении какую отображать, вы можете задать. Либо вот у нас две зоны заданы. Соответственно, вы можете при включении ее... Ну, вот видите, Power On. Это весь у нас раздел. Соответственно, при включении вы можете задать, чтобы группа зона, в смысле, включалась какая-то определенная каждый раз. Ну, либо последняя использованная. Здесь все понятно, да? Также вы можете задать текст при включении какой-то сопроводительный, ну или приветственный текст. Здесь тоже это все гибко настраивается. То есть, Preset Text, например, я могу задать здесь. Опять же, русский язык, естественно, не поддерживается. Поддерживается только английский. Так, следующая вкладка. Здесь у нас, кстати, обратите внимание на это. Battery Saver. То есть, сохранение режима батареи. Здесь выбираются три уровня. И по умолчанию он, кстати, выключен. Так как у нас радиостанция с дисплеем, то мы можем по индикатору батареи смотреть и светодиодом, и с экрана. Можно, соответственно, вообще выключить. Либо только экраном, либо только LED индикатором, светодиодным индикатором показывать состояние батареи. Уведомление о разряде батареи. Когда передается, либо всегда, вы можете получать эти уведомления о разряженности батареи. Также можете отключить тональный сигнал о разряде батареи. И о уровне также можете отключить. Следующее. Здесь по поводу сообщений я здесь касаться этого не буду. Далее. Это вот задается у нас Scrambler на аналоговые каналы. Смотрите, сколько здесь вариантов. То есть, можно фирменный Scrambler Kenwood задать, чтобы слово шифрование именно было это. Либо можете задать 4096 кодов скрэмблирования, что очень много. То есть, в основном, другие производители предлагают либо один код вообще, либо максимум 9. Здесь же огромное количество различных вариантов скрэмблирования, что тоже отличает эту станцию от других. Так, то есть, с первым мы закончили режимом опции. Теперь переходим ко второй, но он уже не такой получается значимый. Здесь вот, например, Vox можно включить, выключить и задать его чувствительность. Далее. Тональное оповещение при включении вы можете задать. GPS, если бы у станции GPS был здесь, у нас в данном случае нет. И пятитоновый сигнал. То есть, во второй опции ничего особо полезного у нас нет. Дальше. Переходим к Button A Segment. Это назначение кнопок. Соответственно, здесь Kenwood нам выводит графическую подсказку, какие кнопки находятся программируемые в данном случае. Здесь вы можете, кстати, заблокировать и селектор, и регулятор громкости, и боковые кнопки, и передние панели кнопки. Для, опять же, того, чтобы пользователь не лез, куда ему не следует. Далее. Вот этот селектор, да, вы можете назначить либо на перебор каналов, либо на перебор зон, что тоже достаточно гибко. Теперь боковые кнопки, смотрите, тоже подсказка нам выдается. Здесь выбирается огромное количество функций, и подсветка, и состояние батареи, и блокирование, и персональные вызовы. И можно, естественно, здесь выбирать каналы, ну, в смысле, перемещение по каналам. Далее. Какой-то прямой можно канал выбрать по нажатию на эту кнопку. Внешний спикер включить. Назначить фиксированную громкость. Сообщение передавать. Выбрать высокую мощность. Выбрать домашний канал. Выбрать индивидуальный какой-то канал. Активировать режим одинокого работника. Понизить мощность. У нас, кстати, не будет одна кнопка, назначенная на пониженную мощность. Вызвать меню. Я к этому, кстати, тоже вернусь. Интересно. Включить монитор, ну, то есть, отключение шума DAW. Сканирование включить. Удалить сканирование, либо добавить канал к сканированию. Скрэмблер включить. Или цифровой ключ на цифровых каналах включить. Отключить шума DAW полностью. Что тут еще? Вокс включить. Зона оперировать. Либо удалить, либо добавить, либо переключать верхний. Ну, то есть, настолько количество функций огромное, что прямо удивляет меня. Приятно данная программа. Ну, соответственно, мы назначили на верхнюю кнопку регулировку уровня шумоподавителя. На нижнюю кнопку поставили низкую мощность. Это по короткому нажатию, по длинному нажатию, длительному. После удержания одной секунды вы можете также вторую функцию какую-то еще повесить на эти кнопки. Так как у нас станция с кнопками на передней панели, то здесь вы можете еще и вот эти все кнопки переназначить. Кстати, если по умолчанию вы берете такую станцию, то в меню на дисплее вы не попадете, потому что ни одна кнопка не назначена на активацию меню. Но мы вот на кнопочку S поставили как раз меню. Я потом на живой станции покажу, что там доступно. Но, опять же, вы можете гибко назначать или какие-то функции отключать, либо делать их активными. Так, да, здесь на Square или на Quadrat, кнопка с квадратом, мы назначили Scrambler. Тоже вам потом это продемонстрируем. Ну и BC у нас выбор зоны, так как зоны две, соответственно, у нас две зоны функции, все те же самые. То есть назначаются просто, что у нас доступно количество кнопок здесь больше, чем на обычных станциях, которые без дисплея клавиатуры. Далее можно выбирать персональные вызовы какие-то, да, в пятитоновой системе, например. Дальше выбирать прямые каналы. И вот что нам тоже интересно. Здесь вы можете какие-то пункты меню либо добавить, либо удалить из списка доступных с дисплея станции. Вот, посмотрите, что здесь есть. И, соответственно, вы можете их отсюда удалить. Сканирование. Ну, то есть вот они, все эти режимы здесь выбираются. Так, это у нас было назначение кнопок. С этим, я думаю, проблем нет, все понятно, да. Теперь дальше идем. Ну, сканирование. Я не знаю, надо ли вам это с этим, я думаю, сами разберетесь, если это нужно будет. Дальше. Пятитоновая система DTMF или Sync MDC 1200, я тоже думаю, что этого задевать или касаться в этом ролике не будем. Потому что у нас есть и более важное, а именно DMR настройки. Смотрите, что здесь есть у нас интересного. В принципе, в принципе, оно здесь, смотрите, можно, да, удаленно, опять же, станцию глушить, либо вообще деактивировать по эфиру. Да, я вам отдельный ролик снимал именно про эти возможности. Поэтому здесь этого касаться подробнее не будем. Просто покажу, что эта функция есть. Дальше. Давайте я пробегусь по всем настройкам именно DMR. То есть тут вот можно задавать, какой будет индикатор какого цвета при индивидуальных звонках, при групповых вызовах. В общем, настроек очень много, и они все гибкие. И смотрите, здесь мы можем задавать сами группы. Индивидуальные. Здесь мы можем задавать группы, именно групповые вызовы. GPS нам недоступен. Ну, то есть вот я вам DMR разделы показал. В принципе, нам тут тоже все по умолчанию работает, поэтому здесь особо касаться не будем. Но если нужны какие-то персональные вызовы, то вы всегда можете, соответственно, их здесь вот сделать. И потом на цифровых каналах назначить именно персональный вызов на каком-то из каналов. И групповые, соответственно, тоже здесь можете их делать. Далее переходим к следующему разделу Encryption. Это как раз задача цифрового ключа для шифрования на цифровых каналах. Что нам здесь доступно без лицензии от 1 до 32 768 единиц. То есть это степень двойки. Вот такое количество вариантов цифрового ключа. К сожалению, расширенного у нас шифрования, когда вы можете задавать ключ самостоятельно какими-то символами в 16-ричном формате, по умолчанию этого нет. То есть вот только вот эти 32 768 вариантов. Если вы хотите более надежное шифрование, то нужно докупать лицензию. С этим понятно. То есть вот он K1 создан. Вот с таким вот кодом 32 767. И, соответственно, на цифровом канале вы можете задать Encryption и выбрать этот ключ. Так, дальше. Что у нас еще? Ну, в принципе, все. Больше здесь уже вот эта интересная функция. Давайте продемонстрирую. То, что выдается на дисплей радиостанции. Все вот эти режимы или все эти символы, слова, фразы. Все это вы можете переназначить. То есть не нравится вам ту тонну, можете назначить все, что угодно сами. Но, естественно, русский язык не поддерживается. То есть только английскими вариантами. Также вы можете переназначить сообщения об ошибках. Все предупреждающие символы, символы уведомлений или фразы уведомлений. Все это здесь гибко переназначается, что очень и очень хорошо. Если вам что-то неудобно, то вы можете назначить всегда свое. Так. Ну и все. В принципе, вот в этом разделе больше ничего полезного нет. Что еще я хочу вам показать. Сейчас станция живая подключена. Соответственно, вы можете выбрать режим тюнинга и настроить гибко все, что угодно. То есть и мощность. Высокую, низкую. Вот все четыре уровня здесь переназначаются. И шумоподавитель наверняка тут тоже есть. И чувствительность приемника вы можете здесь переназначить. Сразу вам скажу. Вот режим открытого шумодава. Режим глубокого шумодава. Все это здесь назначается. Battery Warning Level. То есть это уведомление о низком разряде батареи. Здесь вы тоже можете переназначить, когда у вас станция начнет сообщать о разряженной батарее. Но сразу вам скажу. Сюда лучше не лезть. Потому что можно станцию загнать в какой-либо режим, когда она уже не будет возвращена вот этой программой. Поэтому если вы не знаете, что делаете, то сюда лучше вообще не стоит заходить в режим тест-мод. Я сразу вас предупреждаю. Только специалисты здесь занимаетесь этим режимом. Дальше вы можете также, я так понимаю, сохранить эти настройки персональные и потом открыть для другой станции, что раньше в программах тоже не было. То есть можно было каждый раз индивидуально станцию настраивать, но чтобы сохранить какой-то шаблон, такого не было. Ну и в общем-то все получается, что далее, когда вы все настройки произвели, записываете станцию и все. По поводу цифрового режима, кстати, персонального. Вот здесь вот, если вы назначили, то там в разделе какие-то индивидуальные и групповые вызовы, соответственно, на канал вы можете их повесить. По умолчанию я говорю, что общий вызов работает и так у данных станций, что очень хорошо. Все, записываем и работаем. То есть программа весьма и весьма универсальна, гибка, даже, наверное, настроек здесь больше, чем у компании Motorola. Но и опять же, интерфейс здесь свой. То есть явно Kenwood либо Motorola не смотрел на Kenwood, Kenwood на Motorola. То есть они идут своим путем, но в принципе разобраться можно. Никаких проблем я здесь особо не увидел. Все, если знаете сами принципы программирования, то никаких проблем у вас быть не должно. Все, на этом тогда закончим. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь обязательно на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.